В садике нашли нарушение санпинов. В Коркино расследуют смерть трехлетнего мальчика. Возможно, виноват ротовирус. От Южного Урала до Среднего за 4 часа в Урфо запустили скоростной поезд из Чулябинска до Экстримбурга. В Экстримбурге проверили на прочность детские аттракционы. Почему их безопасность волнует только надзорные органы. В Тюмени решается судьба нелегальной Мазератти. Долг хозяина за машину государству может превысить ее стоимость. И говори гоп, и прыгай. В Югре возрождают забытый 10 лет назад конный спорт. Стало плохо после детского сада. На Южном Урале расследуют смерть трехлетнего мальчика. Возможно, причиной гибели стала ротовирусная инфекция. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора проверили детский сад в Коркино, куда ходил ребенок и уже заявили о нарушении. В тему продолжит Дарья Шведова. Отец Артема до сих пор не может поверить, что его сына больше нет в живых. Говорит, мальчика, как обычно, утром отвели в садик. Вечером забрали. И его ничего не беспокоило. Однако ближе к ночи ребенку стало плохо. Родители вызвали участкового врача. Ребенка экстренно доставили в реанимацию. В крайне тяжелом состоянии дыхание прерывалось. Слабо било сердце. Ребенок был, учитывая тяжесть его состояния, перейден на аппарат искусственной вентиляции легких, была катализирована центральная вена, значит реанимационное мероприятие. Но, к сожалению, несмотря на все проводимые наши усилия, на все усилия наши, через 50 минут ребенок скончался. В Челябинской области выясняют причины смерти трехлетнего ребенка. Уже есть предварительная ротовирусная инфекция. Одна из версий – заразиться ребенок мог в детском саду. Проверку там ведут сотрудники Роспотребнадзора, медики и следователи. Уже нашли нарушения санитарных норм. Проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. На момент проверки выявлено нарушение условий хранения продуктов. В связи с чем в настоящее время прокуратурой города Коркино решается вопрос о возможности внесения актов покурорского реагирования. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы на кишечную инфекцию у детей. Малышей проверили и медики. О новых случаях заболевания никто из родителей не сообщал. В детском саду провели дезинфекцию. А у вас подобные случаи были? Это единичный случай. До свидания. Впрочем, мама одного из малышей, который ходит в тот же детский сад, заявляет, на самом деле случай не единичный. В течение дня тоже было сюда, в том году. Стою скидку забирали и днем. Жаловался ребенок. Точную причину смерти трехлетнего Артема могут назвать уже в конце этой недели. Дарья Шведова, Артем Большаков специально для информационной программы День, Челябинская область. В Заурале при пожаре погибли двое детей. Против их матери возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в неосторожном обращении с огнем. В ее крови нашли алкоголь. Установлено, что 25-летняя мать детей находилась в момент возникновения пожара в состоянии алкогольного опьянения. Возгорание в доме произошло по причине ее неосторожного обращения с огнем. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного. Частью третьей статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Трагедия случилась накануне в частном доме в селе Лопатки. Известно, что в доме в момент трагедии находилась мать с четырьмя детьми. Мальчиками шести и трех лет, а также полутора и полугодовалой девочками. Тела двоих детей обнаружены. Судьба еще двоих малышей пока остается неизвестной. Разбор завалов на пепелище продолжается. На место происшествия выехали руководители Следственного комитета Курганской области, прокуратуры, МЧС и полицейского главка. Здесь же работают криминалисты. Назначена пожаротехническая экспертиза. В Свердловской области прокуратура и Росстандарт проверяют аттракционы как в парках отдыха, так и стихийные, к примеру, возле торговых центров. На травмы, полученные здесь, уже жалуются жители региона. Какие аттракционы опасны и почему их могут прикрыть, расскажет Роман Марьяненко. Разноцветный металлолом – это все, что осталось от старого аттракциона. В ближайшее время такого железа в городском парке отдыха добавится. Под снос пойдут еще несколько конструкций. Данный аттракцион находится в стадии разборки. Он списанный. Ну и думаю, что через несколько дней эти работы уже закончатся полностью. Уничтожить три механических аттракциона решили после проверки специалистов Росстандарта. Ревизоры признали, что некоторые качели и карусели обветшали. И опасны для жизни посетителей. К чему могут привести нарушения правил безопасности, в парке хорошо помнят. Пару лет назад ЧП произошло на так называемых американских горках. Тогда один из вагончиков просто слетел с рельс в конце финишной прямой. Находившиеся в нем четыре человека, в том числе и ребенок, получили травмы различной степени тяжести, упав с пятиметровой высоты. Ну а сам горе-владелец аттракциона впоследствии пошел под суд. Зарабатывать деньги на полуразвалившихся аттракционах больше не получится. С этого года власти сильно ужесточат требования к этому виду услуг. С 1 сентября предпринимателям придется подтверждать соответствие своих аттракционов требованиям безопасности. Путем получения сертификатов или декларирования. Но это еще не все. С 1 июля этого года вводится еще один ГОСТ на батуты. Функциональные требования, требования к безопасности. Владельцы батутов, пожалуй, чаще других нарушают меры безопасности. По правилам надувные конструкции должны быть обнесены ограждениями. А их обслуживающий персонал имеет спецодежду и свистки. Но главное, крепиться батуты должны к специальному покрытию. На деле все иначе. Как видно, хозяева этого батута не нашли ничего лучше, чем закрепить его на нескольких липких штырей. Подобные кустарные крепления в прошлом уже становились причинами серьезных ЧП. Например, в городе Серове в прошлом году сдутый ветром батут придавил школьника. Между тем, не только предприниматели относятся к своему делу спустя рукава. Техническое состояние аттракционов не особо волнует и тех, кто ими пользуется. Можно посмотреть сертификат и действительно соответствует ли этого. Этого мы не знаем. Мы приходим, глаза у всех квадратные, дети скорее на аттракцион и все. В Росстандарте уже решили. В ближайшее время их специалисты разработают специальную инструкцию по выявлению опасных аттракционов. Памятка будет распространяться через социальные сети. Роман Мариаленко, Юрий Чернышев. Информационная программа «День» Екатеринбург. В Экатеринбурге переименовали часть улицы Толмачева. Теперь она носит название «Царская». Изначально переименовать в «Царскую» городские власти предлагали всю улицу, но абсолютное большинство ее жителей выступило против этого. Люди настаивали, чтобы мэрия оставила прежнее название. В итоге новое «Царское» имя получила та часть улицы, где нет жилых домов. От улицы Малышева до Первомайской, на которой они расположены, улица Толмачева свое название сохранила. Адрес изменился у шести зданий, в их числе МУП «Водоканал», «Храм на крови» и «Патриарший подворье». Таблички с новыми названиями поменять пока еще не успели. Таблички будут переделываться за счет собственников этих зданий, поэтому на карман, что называется, рядового жителя города Екатеринбурга эти расходы никоим образом не лягут. Думаю, что до дня города все остальные здания приобретут уже новые названия с новыми адресами. Чулябинск и Екатеринбург связал дневной экспресс. С сегодняшнего дня между городами начал курсироваться новый скорый поезд. Первая поездка, правда, оказалась не самой популярной, и билет купило всего 15 человек. Экспресс отправился из Чулябинска в 8 утра в составе скоростного поезда 4 вагона 2-го и 3-го классов. До Екатеринбурга скоростная электричка доезжает за 3,5-4 часа. По пути следования только две остановки. Это станции Каменск-Уральский и Кольцово. Раньше это же расстояние поезда в среднем проезжали дольше на час-полтора. Экспресс будет курсировать между мегаполисами ежедневно. Из Екатеринбурга он отправляется в 7 часов вечера. Мы специально в летние каникулы взяли билет на электропоезд туда и обратно прокатиться и погулять по Екатеринбургу. Это очень быстро. И с утра, и что время много свободного остается в Екатеринбурге, чтобы погулять. Прокатиться на скорости с ветерком тюменским автовладельцам мешает таможня. Она не дает добро на передвижение на иномарках, за которые владельцы не заплатили налоги. Так, на складе ведомства хранится элитный спорткар Мазерати. По некоторым данным он стоит около 8 миллионов рублей. Почему от дорогого авто отказался хозяин, расскажет Светлана Зорина. Про таких говорят. Красотка, лютый зверь, машина мечта. Но в этом случае 440 лошадей под капотом вынуждены томиться в заперти. Мазерати Квадропорте оказалась нелегальной эмигранткой из Германии. Автомобиль зарегистрирован в городе Дюссельдорф. И по тюменским дорогам владелец мог ездить не больше года без уплаты в казну. А по факту вышло 5 лет. Сумма неуплаченных таможенных пошлин за данный автомобиль состояла свыше 3 миллионов рублей. Вместе с тем в Тюменской таможне выставлено требование об уплате таможенных пошлин с учетом пения на сумму свыше 4,5 миллионов рублей. Мазерати находится на спецскладе с сентября прошлого года. Конечно, за это время автомобиль успел запылиться, аккумулятор сел. К сожалению, попасть в салон мы не сможем, поскольку владелец автомобиля машину оставил, а ключи забрал с собой. Обнаружил нелегалку инспектор ДПС Рамиль Файзулин. Был на смене. Внимание привлекли иностранные госномера. Так как ранее была ориентировка по схожим номерам, мы остановили для проверки документов. Водитель адекватно, все, мы при вопросе, где документы, на вопрос, где декларация таможенного, что в ВОЗа, он пояснить ничего не смог. Сам владелец живет на две страны, в России и Германии. Готов ли он заплатить 4,5 миллиона государству, неясно. Значит, Мазарати будет пылиться и дальше. И она не одинока. Старенький Лексус в Россию вез гражданин Таджикистана и ездил по поддельной таможенной декларации. Дело направлено на судное рассмотрение, конфискованное рассмотрение, конфискованное. А где сам гражданин Таджикистана? Гражданин Таджикистана, по последним данным, убыл в свою страну. Последние два года наблюдается спад на нелегальные машины. Всего 16 дел. Курс рубля не позволяет делать деньги на перепродажи. Судьба такого конфиската может сложиться по-разному. Либо машины отойдут в раз имущество и будут проданы, либо их уничтожат. Такие прецеденты в Тюмени уже случались. Светлана Зорин, Алексей Безделов. Специально для информационной программы «День». Тюмень. Смотрите во второй части выпуска. Читается договор внимательнее. Екатерин Буженко через суд добилась от страховой возмещения по кредиту. Мастеров с золотыми руками искали в Зауралье, что нужно уметь для этого красивого звания. И, говори, гопы и прыгай в Югре возрождают забытый 10 лет назад конный спорт. Вы смотрите информационную программу «День», и я продолжаю выпуск. В Экстрембурге женщина отсудила более полумиллиона рублей от страховой компании, которая не хотела признавать смерть мужа страховым случаем. После кончины супруга, взявшего еще при жизни автомобиль в кредит, она добилась возмещения по его долгу. Подробности у Анастасии Кондрашовой. После смерти мужа его супруга до сих пор не может прийти в себя. Поэтому интервью нам дает невестка. Она же представляла интересы семьи в суде. В банке 50-летний мужчина взял полмиллиона рублей на покупку автомобиля. А через 9 месяцев исправной оплаты долга заемщик скончался. Но признать его смерть страховым случаем кредиторы отказались. У него просто в октябре умер отец. И вот на нервной, не на нервной почве как бы все пошло к тому, что его тоже не стало. Но они ссылаются на то, что там наводнение, землетрясение. Вот это вот несчастный случай, они считают. А то, что он скончался буквально за 2 недели, они считают, что это несчастный случай. Выплачивать возмещение в страховой компании со СИТ-женерали, а именно с ней работает банд, в который мужчина получил автокредит, наотрез отказались. Якобы панкреатитом заемщик был болен еще при заключении договора. В страховую наследники отсылали амбулаторную карту заключения о вскрытии свидетельства о смерти. Но там остались глухие. В том числе и к нашей просьбе дать комментарий. Они сказали, что не дают комментарий по поводу наших компаний в прессе. Чтобы добиться справедливости, наследники обратились в Роспотребнадзор. Прочитав договор, консультанты нашли в нем два противоречащих условия. Было сказано в договоре, что страхуется жизнь и здоровье заемщика от любой смерти. Но в том случае, если у заемщика имеется ряд определенных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистые, то страховым случаем будет считаться только смерть от несчастного случая. Точку в этой истории поставил Свердловский областной суд. Изучив договор дословно, служители Фемиды пришли к выводу. Доказатель, что смерть в результате острого панкреатита не является страховым случаем, представлены не были. Решающим стал и тот факт, что страховая компания не предложила клиенту пройти медицинское освидетельствование. Ведь мужчина мог попросту не знать обо всех своих заболеваниях. Отсудив полмиллиона рублей, Елена Кокаулина теперь собирается выучиться на юриста. И первый совет – внимательно читать, что подписываете. А в случае чего – до конца отстаивать свои права. Анастасия Кондрашова, Денис Уразбахтин, информационная программа «День» Екатеринбург. Тестирование на наркотики в югорских школах должно стать нормой. Такое поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова на заседании антинаркотической комиссии округа. Возвановились отказы от прохождения процедуры тестирования. В этот раз в числе отказников 7809 человек. Важно проанализировать причины у этой статистики, особенно по тем муниципалитетам, где они приобрели массовый характер в Мегионе 30%. В этом учебном году тестирование впервые проходило в два этапа. Сначала социально-психологический этап на выявление зон риска, затем медосмотры групп школьников, где есть попавшие в зону риска. Тестирования уже прошли более 70% югорчан в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, члены антинаркотической комиссии оценили эффективность реабилитации несовершеннолетних потребителей наркотиков и их семей. По мнению специалистов центра Гелиос из Пытьяха, реабилитация детей с зависимостью должна длиться не менее полугода. Те детки, которые у нас прошли уже реабилитацию, мы дальше с ними общаемся на постреабилитационном патронате. Не только с ними, но и с их родителями, потому что самое главное, это созависимые члены семьи. Это родители, которые могут встретить ребенка уже после реабилитации и начать им говорить то, что было раньше. То есть вспоминать, да, поэтому с родителями мы тоже ведем активную работу. Ошибки при реализации программы капитального ремонта жилых домов в 2015 году сейчас будут учтены и больше не повторятся. Об этом сегодня, выступая с отчетом перед депутатами ЗАГС-собрания, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Комплексный капитальный ремонт завершен в 134 многоквартирных домах. Собираемость взносов в фонд капитального ремонта составила 89%. Это был первый опыт этой программы. Уверен, что проведенный анализ его итогов и сделанные выводы позволят в предстоящий период работать более эффективно и качественно. Выступая перед депутатами, губернатор подвел итоги развития региона за последние пять лет. Так, Свердловская область вошла в десятку субъектов России по макроэкономическим показателям. Запущено 20 новых производств. Среди них высокоскоростные поезда «Ласточка» в Пышме, «Химкластер» в Нижнем Тагиле и два молочных завода. Несмотря на экономические сложности, майские указы президента выполняются точно в строк. Свердловская область стала одним из первых регионов в России, где обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 2012 по 2015 год в Свердловской области было введено более 59 тысяч новых мест в детских садах. Откровенно скажу, что многие, да и я сомневался, что у нас может получиться, но мы это сделаем. Мастера с золотыми руками выбрали в Зуралье. В Кургане прошел конкурс на создание изделий традиционных народных художественных ремесел. В режиме онлайн участники должны были выполнить творческую работу по таким номинациям, как роспись по дереву и металлу, художественная обработка бересты, лоспутное шитье, текстильная кукла и вышивка. Среди мастеров-участников были те, кто любимым делом, занимается более 20 лет, не раз побеждал на районных конкурсах и уже удостоен медалей «Мастер золотой руки». По словам организаторов, подобные мероприятия все больше привлекают участников и зрителей, а значит интерес к творческим занятиям в Зурале растет. Этот проект проходит в рамках нашего проекта Уральского федерального округа «Славим человека труда». То есть по примерно тем же правилам за определенное время нужно создать определенный продукт, что называется. Прошлый год прошел удачно, люди откликнулись, захотели выступить, получился общественный резонанс. В Югре, в поселке Белый Ярб, после почти 10-летнего перерыва возродили соревнования по конкуру и манежной езде. Участие в них приняли всадники из нескольких конно-спортивных клубов Югры и даже Ямала. О возрождении конного спорта Дмитрий Завьялов. Этот момент, когда лошадь элегантно перепрыгивает через барьер высотой почти в метр, у зрителей всегда вызывает неописуемый восторг. А какие эмоции испытывает всадник, даже представить себе трудно. Юлия Валикжанина веховой ездой занимается 4 года и без этого адреналинового коктейля уже не представляет свою жизнь. Я хочу много добиться в жизни. Я стремлюсь. У меня очень удачный тренер, хороший. Стараюсь, с конем ездим. Каждый день тренировки. На подрастающее поколение специалисты смотрят с огромной надеждой. Такие турниры для юных спортсменов – прекрасная возможность получить опыт участия в соревнованиях. Диалог с лошадью, всадник лошадь. Как смогли договориться, как поняли друг друга. Но это, конечно, все тренировочный процесс. Без него никуда. Сейчас на Белом Юру содержится больше двух десятков животных. Примерно половина из них в частной собственности. Причем тренерский состав конной базы отмечает, что с каждым годом число любителей верховой езды становится все больше. Здесь просто разные категории людей. Есть любители, да, они покупают себе лошадок. Они их очень любят. Они без этого жить не могут. И, конечно же, мы им тоже даем возможность поучаствовать в соревнованиях. И для кого-то это действительно отдушина. Главной проблемой на сегодняшний день является состояние самого здания – конной базы. В 90-е здесь находился животноводческий комплекс нефтяников, которые затем избавились от непрофильного актива. Естественно, что с того времени никакого капитального ремонта в помещении не проводилось. В последние несколько зим конно-спортивный клуб оказался отрезан от отопления. Ко всем проблемам конной базы добавилась еще и протекающая крыша. Так что весной, когда тает снег, летом и осенью, когда идет дождь, вода с потолка льется прямо в лошадиные вольеры. На реконструкцию кровли требуется 6 миллионов рублей. Но понятно, что таких денег у руководства клуба просто нет. Впрочем, несмотря на коммунальные неурядицы, будущее поклонникам верховой езды видится в светлых тонах. После проведения нынешних соревнований победители и призеры собираются отправиться на Кубок Югры по конкуру. Он пройдет в начале августа в Ханты-Мансийске. Дмитрий Завоявов, Артем Ковтун, телекомпания Сургут Информ ТВ. Специально для информационной программы День Сургут. А в Салихарде поиграли мускулами. Здесь впервые прошел открытый чемпионат по бодибилдингу. Организаторы признали мероприятие успешным и пообещали сделать его традиционным. К соревнованиям атлеты готовились заранее. Жюри и зрители оценили их усилия. Это годы тренировок и месяцы жесткой диеты. Эстетика тела и мышечная масса салихарских спортсменов оказалась на высшем уровне. На сцене выступили бодибилдеры. За полторы минуты им пришлось отработать семь обязательных пост и свободное позирование. В дисциплине «Мэнс Физик», больше известной в России как «Пляжный бодибилдинг», было представлено две ростовые категории. До 179 и выше 180 сантиметров. Самой непредсказуемой стала дисциплина «Фитнес-бикини». Про то, что в здоровом теле здоровый дух, напомнил Ирина Слуцкая. Она приехала в Екатеринбург на Уральский конгресс по здоровому образу жизни и провела мастер-класс для детей, в том числе больных диабетом. Здоровый образ жизни, уверена, спортсменка может стать профилактикой многих серьезных недугов. Сюжет Юлии Першиной. Полезные советы раздает двукратно олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая. Во время тренировки она разделила детей на две группы. С одной стороны, выполняют сложное вращение воспитанники спортивной школы, с другой делают неловкие шаги дети, больные сахарным диабетом. «У меня двое ребят из трех болеют сахарным диабетом, и нас сегодня позвали сюда на мастер-класс спорт. После диеты это первое лекарство. Метаболизм улучшается, инсулин лучше воспринимается организмом, сахар не поднимается». Физические нагрузки, убеждена Слуцкая, это профилактика многих серьезных заболеваний. При лечении сахарного диабета систематические занятия спортом не менее важны, чем соблюдение специальной диеты. В ходе открытой тренировки чемпионка сознательно не дает больших нагрузок. Дети разминаются, ездят змейкой, выполняют несложные фигуры и вращения. Главная цель – вдохновить их на занятия фигурным катанием. «Ирина говорила о ошибке, ты исправляешь ошибки, у тебя лучше получается. Советы все важны, очень сильно мотивируют тебя, хочется кататься, учиться чему-то новому». Сама Ирина Слуцкая встала на коньки в 4 года и уже в 8 завоевала первую медаль на детских состязаниях. За спортивную карьеру она 7 раз выигрывала чемпионаты Европы, дважды чемпионаты мира и завоевала две олимпийские медали. В Екатеринбург фигуристка приехала, чтобы личным примером призвать детей вести здоровый образ жизни. «Это акция во имя здорового образа жизни и хочется показать, что люди, которые, скажем так, не совсем здоровы, тоже имеют возможность заниматься спортом, тоже могут вести здоровый образ жизни. Больше времени детки должны проводить на улице, должны заниматься спортом, пускай даже не профессиональным, а массовым». После тренировки спортсменка и общественница раздала детям автографы, а после отправилась в областное правительство, чтобы в качестве специального гостя принять участие в Конгрессе по здоровому образу жизни. Юлия Першина, Антон Муханов, информационная программа «День», Екатеринбург. Так сложился этот день в регионах Уральского округа. В студии для вас работала я, Валентина Геремеева. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин